Визелотон сповильнює помутнення кришталика при катаракті. Китай уже не так и однозначно на стороне России, скорее нет, потому что, когда полетел Ван Ий в Москву, все-таки были у нас какие-то такие предостережения, что, видимо, Китай еще балансирует, не решается, и этот визит, возможно, будет каким-то решающим толчком для Китая. Как вы думаете, о чем там говорила Ван Ий в Москве, и действительно ли Китай уже тоже списывает Россию и будет больше использовать ее как инструмент, но явно не как такого союзника? Ну, равноправное союзничество между Россией и Китаем закончилось еще до этой войны, по крайней мере, по мнению Китая. Россия, несмотря на то, что на это претендовала, Китай ввел себя уже тогда другим способом. Главная претензия со стороны Китая в начале войны, вне зависимости от того, как Российская армия смогла воевать против Украинской, состояла в том, что нападение не было согласовано непосредственно с руководством Китая, хотя у Владимира Путина была такая возможность. За это его готовы были наказать. И, собственно, за это Китай был наказан, как в феодальном мире. То есть он вассал Китая, который начал войну с другим каким-то небольшим с точки зрения Китая государством, не вассальным Китаю, но, тем не менее, не заручившись разрешением своего сезона, за что его надо отшлить. А в ходе войны выяснилось, что Россия, вдобавок, не является таким важным военно-стратегическим партнером для Китая, как многие в самом Китае привыкли считать. Российская армия слаба, а сомнения насчет ядерного оружия, которые Путин хочет развеять, это в том числе, я думаю, сомнения китайского руководства. В том, что Россия остается ценным партнером, но может в крайнем случае при помощи ракет с ядерным оружием грозить из тыла Китая и поддерживать китайские военные действия, если, не дай бог, разгорится война за Тайвань, например, в которой Китай будет один воевать с огромной международной коалицией государств. Как сейчас, по сути дела, воюет Россия против Украины, но которую поддерживает широкая международная коалиция. Соответственно, я думаю, что план включал так или иначе какие-то условия по Крыму, которые до сих пор дипломатия, даже западные места не готовы немедленно требовать передачи его назад Украину. Освобождение остальных оккупированных территорий, это принципы, на которых, что называется, проляжет тот самый рог с крокодилами, о котором в Украине много говорили до начала войны. Но, к сожалению, недостаточно смогли сделать, чтобы он отделил ее от России надежно. А насколько, Иван, вот это влияние Китая на новых, как Путин считает его уважаемых партнеров, может быть велико в регионе? Ведь и представители Ирана, мы знаем, ездили в Китай впервые за последние 20 лет, если мне не изменяет память. Это же тоже о чем-то свидетельствует. Может ли Китай так экономически, политически или надавить, или мотивировать, скажем так, эти страны, что Путин вообще может оказаться не у дел и у разбитого вот этого внешнеполитического корыта в одиночестве? Нет, никакого смысла для Китая это делать нет. Китаю нужна Россия в любом случае, хотя бы как источник сырья. Чем слабее, чем хуже положение России, тем, в принципе, для Китая лучше при одном условии. Что Россия при этом остается важным военным союзником для Китая. Экономическая ситуация пусть ухудшается дальше, но при этом, чтобы Россия сохранила какую-то свою армию и возможность эту армию бросить на поддержку Китая, если это потребуется. Поэтому, что волнует Китай, я думаю, в этой истории, это то, чтобы не произошло полного военного разгрома России и не был реализован план с демилитаризацией, а главное с избавлением постановки под какой-то международный контроль российского ядерного оружия. Вот это его категорически не нравится, и он будет предлагать другие возможные варианты. Не знаю, честно говоря, какие, но, скорее всего, например, он будет готов оказать России серьезную экономическую помощь в случае прекращения этой войны, таким образом привязав Россию к себе за счет долгов, кредитов и так далее, так как он это делает с другими странами, в первую очередь африканскими. Чем слабее и чем более зависимо от него Россия, тем лучше. Я вот как раз сижу и думаю, пока Европа и Соединенные Штаты, например, думают о том, как будет выглядеть будущее России без Путина, и опасаются это в неких вариантах. Я так понимаю, что Китай будущее России без Путина не устраивает, то есть все равно они будут каким-то образом пытаться помочь ему сохранять его власть, потому что они, наверное, не представляют сотрудничество с Россией без Путина, или им, в принципе, все равно, кто там возглавит и в какой конфигурации будет существовать федерация? Я думаю, что им не совсем все равно, но их отношение к России примерно такое же, как российское отношение к Беларуси. Самое главное, чтобы не уплыла из рук. Соответственно, может кто угодно заменить Путина, если он сохранит преемственность в отношениях с Китаем. Алексей Навальный, хорошо, Алексей Навальный. Гарри Каспаров, Гарри Каспаров, Михаил Федорковский, Евгений Пригожин, я не знаю. Геннадий Зюганов вообще было бы отлично, потому что Коммунистическая партия российской полностью. Тут Дина, это нашли голову китайскими агентами. На самом деле, китайских агентов в российском высшем руководстве огромное количество, и я думаю, что Китай постоянно держит руку на пульсе, и очень хорошо, в пульсе всех, даже подковерных движений.